Массандровский дворец – моя любовь с первого взгляда. Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, самые лучшие на свете зрители! Дворец в романтическом стиле времён Ледовика XIII проектировал французский архитектор Бушар. Может быть, поэтому он очень уж напоминает французские замки. Строить его начали в 1881 году по заказу князя Воронцова. Но год спустя князь умер, и в 1889 году Массандровское имение вместе с недостроенным дворцом купили для императора Александра III, который сразу же поручил русскому зодчевому мисс Махеру закончить строительство и оформление здания. Мисс Махер добавил очень много декоративных элементов в первоначальный проект дворца. Рядом был разбит парк с бассейном и скульптурный. И через три года строительства дворец был завершён. Но и Александру III пожить в нём не пришлось. В 1894 году он скончался. Трёхэтажное здание с множеством декоративных деталей венчает пирамидальная крыша. Стреловидное завершение башен, высокие каминные трубы, придают строению устремлённость бысь. И дворец кажется лёгким, изящным, сказочным. Дворец предназначался для отдыха. Поэтому в нём вы не увидите ни апартаментов для приёмов, ни парадных залов. Балконы первого и третьего этажа украшены огромными каменными вазами, предназначенными для цветов. Это блестящий образец камерного небольшого дворца-замка. Идея создания здесь уникального парка принадлежала графу Воронцову. Он хотел украсить территорию экзотической растительностью со всего мира, при этом не нарушив естественный крымский ландшафт. Для этого он пригласил известного садовода и ботаника Карла Кебаха, который ранее занимался благоустройством Воронцовского парка. Позже вы увидите Воронцовский парк, который, в общем-то, ничем не уступает ботаническому саду Никитскому. По традициям Массандровский парк условно разделили на две части. Первая – это партерная решена в регулярном стиле, и вторая, намного большая часть, в естественном свободном английском стиле решена. Сад разбит на горе, поэтому и в партерной части значительный перепад высот. Поэтому здесь много подпорных стенок различных, а любая подпорная стенка хорошо обыгрывает ландшафт и демонстрирует участок только с выигрышной стороны. Самая высокая и богато декорированная подпорная стенка расположена в северной части замка с лестницами по центру. Она украшена вазами, балюстрадой и полукруглыми в виде раковин, пристенными фонтанами. А вода здесь льется тонкими струйками из головы льва. Подпорная стенка выполнена в виде полукруга. И я, как профессионал, была совершенно в восторге от этого партера. Здесь все продумано до мелочей. К сожалению, мы спешили, и мне не хватило времени полюбоваться этим маленьким шедевром ландшафтного искусства. На партере высажено множество роз, в том числе штамповых, различных сортов. Есть даже старые английские розы. Благодаря прекрасному климату розы цветут круглый год. И цветущие розы можно увидеть даже зимой. Когда мы гуляли по парку, нежный и сладкий аромат роз был разлит в вечернем воздухе. И как красиво розы смотрелись на фоне каменных стен дворца. Зрелище поистине потрясающее. А дворец надежно охраняли мифические сатиры и горгульи. Перед парадным входом во дворец мы видим еще два мифических существа. Это львы с головой женщины. Два сфинкса. Ну и это все, что осталось от оформления. А вот судя по этой старинной фотографии, декор дворца был намного интереснее. Массандровский парк занимает довольно большую территорию. Размеры которой превышают 40 гектаров. Богатая растительность радует глаз. И особый интерес вызывают растущие здесь секвоя дендроны, крымские сосны и пихты, атласские плакучие кедры, бамбук, секвоя, можжевельник, пушистые дубы, лавровые земельничные деревья. А прямо перед вами красивейший водоем с кувшинками, украшение любого портера. И как я уже говорила, и водоем, и клумбы на портере имеют геометрические формы, свойственные регулярному стилю. А завершает эту картину, завершает портер в этой части два огромных дерева. Это секвоя дендрона. Обратите внимание, какой у них красивый ствол, и они уходят ввысь. А теперь мы с вами находимся на такой красивой площадке, откуда открывается не менее красивый вид. Нам тоже очень интересно и необходимо при каждом замке часть. Это сад трав, сад ароматов. Здесь собраны и лекарственные травы, здесь аптекарский огород, но вот можно полюбоваться ими. И очень много роз. И, кстати, здесь очень много лаванды, но лаванда сейчас не цветет, но мы ее можем увидеть вот на этой фотографии, цветущей лаванду. А мы с вами уже купили билеты. Бросаем прощальный взор на башне дворца и входим внутрь. Нас ждет интереснейшая экскурсия. Николай II, демонстрируя почтение к памяти отца, велел все же достроить дворец, причем во внутреннем убранстве учитывали скуса именно Александра III. Работы велись до 1902 года. Но Николаю II эта усадьба не нравилась. Он упорно предпочитал Ливадийский дворец. Поэтому и третий этаж оказался недоделан, и многое из всего, что задумывал мисс Махер, оказалось неосуществленным. Александр III был рослым, крупного сложения, грузным мужчиной, огромной физической силой. Но при этом он категорически не любил просторных помещений и высоких потолков. Вот под эти вкусы и приспосабливался интерьер Массандры. В нем нет высоких потолков вообще, но и по-настоящему просторных помещений тоже нет. В интерьере Массандровского дворца Александра III также широко использовалась метлахская плитка. Были тут и израсцовые печи. Дань склонности императора к русской традиции. Александр III вообще любил все такое допетровское, даже костюмы. Также в отделке использовалось большое количество дерева. Его император тоже любил. Применялись разные породы. Дуб, орех, красное дерево. Обратите внимание, с каким мастерством выполнена отделка. Сложная резьба. Особенно примечательный буфет в столовой и расцвеченное выжигание по дереву. В этом стиле выполнены и двери, и стенные панели. Но есть в Массандровском дворце и другие интересные вещи. К примеру, кабинет императрицы украшает уникальный камин из цельной глыбы коричневого мрамора. Имеется также люстра ручной работы. И здесь часто использовались витражи. Стиль помещения императрицы заметно отличается от комнат, предназначенных для царя. Супруга Александра Третьев была женщиной изящной, с удоченным вкусом. А царь являл собой образец примерного мужа. Жену любил и уважал. И по мере способности угождал ей. Вот и был создан для стройной воздушной императрицы совсем иной антураж, чем для ее мужа, сильно смахивавшего на русском медведя. Кроме красоты, дворец был обеспечен и удобствами. В нем имелись электрическая динамомашина и центральное отопление от своего котла. Поэтому камины, скорее всего, были созданы для красоты. Но... Там, видишь, какой-то... Очень хорошо. Такие ручки на дверях, да? Красивые. И виды здесь, конечно, изумительные отсюда. Потрясающие. По чудесной мраморной лестнице мы спускаемся в Нижний парк. Наше путешествие окончилось. Всего вам хорошего, дорогие друзья. Надеюсь, вам понравилось путешествие. И я желаю всем всего самого доброго и таких же прекрасных путешествий, хорошего настроения, здоровья и благополучия. Спасибо. 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 Спасибо.